Самые актуальные новости города в эфире первого карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. В Караганде горел торговый комплекс «Самал». В воинской части застрелился 20-летний солдат. Автопак службы скорой помощи Карагандинской области пополнился 16-ю новенькими машинами. В Караганде горел торговый комплекс «Самал». Крупное ЧП произошло в минувшие выходные 7 апреля. С огнем боролись несколько часов. В итоге сгорели несколько бутиков на втором этаже торгового дома. Сейчас предприниматели подсчитывают убытки. Между тем спасатели присвоили пожару самый высокий ранг сложности. Предположительно очаг пожара находился под крышей здания. За несколько минут огонь распространился на площади почти 2000 квадратных метров. В момент пожара из здания были эвакуированы 15 продавцов бутиков. Пламя тушили 25 единиц техники. Жертвы пострадавших удалось избежать. Тушение пожара осложнялось той обстановкой, которая, как вы знаете, складывается на таких крупных объектах. То есть это высокая горючая загрузка самого торгового центра. Работа на высоте, горела кровля от здания. Площадь самого здания по периметру более 4000 метров квадратных. Огнем повреждено порядка 1900 метров квадратных кровли. Кроме этого пострадало 4 бутика. Были там сквозные прогары в перекрытии. То есть бетон от воздействия высокой температуры имел сквозные повреждения. В результате чего огонь попал в бутики. У нас 4 бутика повреждено в результате пожара. И площадь, как я уже сказал, кровля на площади 1900 метров квадратных. К слову, в прошлом году в торговом комплексе «Самал» была проведена внеплановая проверка. Здание было оборудовано противопожарной сигнализацией. Но она не сработала. На данный момент сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям устанавливают причины пожара. При этом рассматриваются все версии возникновения возгорания. Нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, поджог. Миром Гусел Кимбаева, Тулигин Рашид Евгений Афанасьев, Первый Крагандинский. В воинской части 54-51 застрелился 20-летний солдат. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Ренат Акмулдинов, призванный из Павлодарской области полгода назад, выстрелил в себя из автомата. На сегодняшний день ведется следствие. Тем временем родные погибшего утверждают, что парня довели до суицида. Убитая горем мать военнослужащего в шоке. Отправляя сына отдавать долг родине, женщина и подумать не могла, что из воинской части придется забирать бездыханное тело. Родные погибшего уверены, что Рената довели до суицида. На кадрах, снятых в морге, видны многочисленные синяки и ссадины на теле солдата. Мать погибшего требует объяснения от командования части, каким образом у парня появились такие увечья. Женщина утверждает, что у сына регулярно вымогали деньги. Последний раз, когда я с ним разговаривала, он просил прислать еще денег. Говорит, потерпи еще месяц, в мае меня перестанут бить, я стану уже старослужащим. Командиры, солдати, срочники отзываются положительно. Говорят, парень был открытым и общительным. Что могло произойти в карауле, предположить никто не может. На сегодняшний день в этом разбирается следствие. На сегодняшний день проводится с сотрудниками военно-следственного управления следствие. Результаты после окончания службы у нас сегодня будет. Ирина Камышо, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу, оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Автопарк службы скорой помощи Карагандинской области пополнился 16 новенькими машинами. Такой подарок Департаменту здравоохранения региона сделала группа «Казахмыс». Теперь качество обслуживания населения улучшится, говорят врачи. К больным они будут добираться быстрее. Президент стоимостью более 73 миллионов тенге промышленный магнат преподнес в канун Всемирного дня здоровья. Машины скорой помощи приобретены в рамках подписанного меморандума между Экиматом области и корпорацией «Казахмыс». На главной площади Караганды ключи от специализированных автомобилей службе скорой помощи вручал глава региона Баужан Абдишев. Выполняя поручения главы государства, местные органы сегодня делают все необходимое для укрепления материально-технической базы здравоохранения. Ежегодно на эти цели выделяются огромные финансовые средства. Понимая свою социальную ответственность, не остается в стороне от этого общего благого дела крупнейшие предприятия нашего региона. Новенькие машины марки «Хундай» поступят на станции скорой помощи Караганды, Жасказгана, Сатпаева и Балхаша. Микроавтобусы оснащены цилиндрами с кислородом, электровентиляторами, переносным освещением, портативными медицинскими шкафчиками, держателями для жидкостей, носилками и гамаками. Сегодняшнее событие – это хороший пример полного взаимопонимания исполнительной власти и крупных промышленных предприятий области. Для нас, работников здравоохранения, это взаимодействие и взаимопонимание дает вот такие подарки, которые помогут нам, медицинским работникам, доступно, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь. Напомним, пять лет назад корпорация «Казахмыс» подарила области 36 санитарных машин. До конца текущего года это системообразующее предприятие выделит еще 50 миллионов тенге на оснащение медицинским оборудованием родильных домов Караганды и Жизказгана. Из 50 миллионов долларов, которые мы ежегодно тратим на социальную сферу, 15 миллионов мы как раз-таки затрачиваем на наше оздоровление наших работников и семейных наших работников. То есть это ни одно предприятие Казахстана не может, так сказать, вот такие деньги тратить в таком объеме. Ирина Камышова, Жазгабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Продолжение темы. В поликлинике города отметили Всемирный день здоровья днем открытых дверей. Во всех медучреждениях горожане могли пройти профилактические осмотры без предварительной записи, а также получить консультации узких специалистов. К примеру, в областном медицинском центре ввели прием 38 специалистов. Пациентам предоставлялся полный спектр медицинских услуг, лабораторные исследования, диагностика, УЗИ. Обследоваться и получить консультацию бесплатно пришли сотни горожан. Были и нагородние, в этот день им не отказывали. Это, конечно, очень хорошая такая акция для нас. Во-первых, бесплатно. Немножко очередь есть, но не без очереди. Прошли специалистов УЗИ. Я прошла, вот, например, сейчас вот УЗИ сердца будет, УЗИ по-женски прошла. Мы везде внимательно, мы говорим только спасибо такой акции, почаще бы. Ежегодный День здоровья проходит под определенной тематикой. В 2013-м дата посвящена проблемам гипертонии. Кардиологи призывают граждан пристально следить за своим давлением. Гипертония опасна серьезными осложнениями. Специалисты называют людей, относящихся к группе риска. Это курящие граждане, а также те, кто имеет избыточный вес и сахарный диабет. Также насторожиться следует людям старше 35 лет. Сегодня мы организовали прием в врачебном кабинете, кто нам обратился, всем измеряем артериальное давление. Также прием ведет кардиолог, лаборатория у нас работает. Также мы организовали видеоконсультации по телемедицине с 11 закрепленных районов. Сварщик высшей категории. Впервые в стране на базе Казахстанского института сварки при КарГТУ открылись курсы международных инженеров-сварщиков. Таким образом, специалисты сферы образования хотят восполнить дефицит сварщиков, обученных по международным стандартам. Подобные курсы не имеют аналогов в нашей стране. А впервые идея создания Казахстанской ассоциации сварки и института сварки была озвучена в 2009 году на 20-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан. В нефтегазовой и других промышленных отраслях страны к тому времени стала ощущаться острая нехватка высококвалифицированных сварщиков. И уже в 2010 году президенты Казахстана и Франции обсудили детали создания института сварки в Казахстане на базе КарГТУ. Рабочей группой, куда входили представители компании Тотал, Министерство науки, нефти и газа Казахстана, была проделана огромная предварительная работа. Институт сварки Казахстана создан. Создана Казахстанская ассоциация сварки Казвелт. Наша страна 55-м членом вступила в Международный институт сварки. И теперь открылись курсы подготовки инженеров-сварщиков, которые получат международные дипломы. Задание, которое было определено двумя президентами, мы выполнили. Это было нелегко сделать. Но сегодня мы начнем обучать специалистов по международным стандартам. Фирма Тоталь направила своих самых высококвалифицированных специалистов, и этот процесс начнется. Реализация этого проекта позволит Казахстану улучшить профессиональный штат специалистов по сварке, что в свою очередь положительно повлияет на воплощение в жизнь планов по экономическому развитию страны. Первые студенты, 21 человек, уже приступили к учебе. После сдачи экзаменов в декабре месяце, они, получив диплом международного образца, смогут работать не только в Казахстане, но и в 54 странах, участницах Международного института сварки. А это такие государства, как США, Япония, Китай, Канада, Россия. Этот проект демонстрирует связь между промышленностью и наукой. Программа рассчитана на три года. Будет обучено 60 инженеров-сварщиков. В 2013 году обучится 21 студент по международным стандартам. Работать со студентами будут как казахстанские, так и французские специалисты. Новейшие сварочные технологии будут изучаться на новом современном оборудовании из Америки, Финляндии, Швеции, России, Украины. Сергей Высокосов, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде выбирали лучшего фотографа. Мастера фотографий собрались в одном из ночных клубов шахтерской столицы. Что из этого вышло в сюжете Сергея Высокосова? Наших фотографов уговаривать не приходится. Клич фотографы Караганды до кучи «Эть!» То есть соберемся вместе в ноль часов по времени Астаны в ночном клубе «Форумс» привлек внимание известных и не очень известных, но молодых людей, которые страстно увлечены фотографией. Соревнованиям тяжело назвать, так больше то, что можно поделиться опытом. Пора вести время с друзьями, знакомыми, потому что мы практически все знакомы. И достаточно интересно вместе провести время и поработать. Блицы защелкали сразу, хотя конкурс еще и не начинался. В принципе, все друг друга знают, но прощупать возможного соперника все-таки надо. Вот такие встречи, да, это неплохо. То есть фотолюбители и профессионалы могут встретиться и обменяться каким-то опытом. Да, это полезно. Устроители фото-батов хотели узнать, кто лучше всех поймет, что такое креатив, фэшн-клубная фотография. Это и были три основные номинации, в которых конкурсанты и должны проявить себя. Мы собрали фотографов с города для того, чтобы выяснить, кто самый креативный, кто фэшн-фотограф, кто самый лучший фотограф. Фото-батов мы проводим впервые. Мы решили провести вечеринку, чтобы люди смогли себя выразить и показать, насколько они мастерски водеют. Съемкой фотографии. Фотографы отправились на охоту за выигрышными кадрами. Здесь необходимо умение не только выбрать этот кадр, но и договориться с объектом съемок. Надо научиться налаживать отношения. Ракурсный план, как оказалось, организовать проще, чем уговорить клубных посетителей сняться. Но конкурс есть конкурс. Надо уметь выкручиваться из любой ситуации. Тем более, что жюри, который и будет выбирать лучшего из лучших, вот оно, это посетители клуба. Именно от их нравится или не нравится и будет зависеть судьба победителей. Это актуальная клубная съемка. Я хотел бы попытать, попробовать себя в данном жанре. Если кто-то считает, что фотография искусства отмирающая, ошибается на все сто. Миг памяти стоит многого. Один щелчок затвора, и ты поймал историю. Фотография – это река, в которую дважды невозможно войти. В принципе, перед ними открываются достаточные перспективы. Возможно, они получат работу на портале «Геометрия» в роли фотографа и будут в дальнейшем сотрудничать с нами. Фотографы старались вовсю. Главное – жанр выдержать и не скатиться до платных фоток. Ну а призерами стали, по мнению большинства посетителей, Алексей Баранов. Он победил в двух номинациях, и всех очаровалась впечатленная им улыбка. Евгений Токаченко стал самым креативным фотографом. А лучшее брендовое фото сделал Денис Ким. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал месячник военно-патриотической и обороны массовой работы. В церемонии открытия приняли участие студенты, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной и Афганской войны. Это своего рода встреча поколений. Ветераны в непрознужденной обстановке смогли пообщаться с молодежью. Люди, прошедшие тяжелые годы войны, призывали парней идти в армию. В рамках мероприятия гостям был показан фильм о военной службе в Казахстане, творческие коллективы пели и танцевали. Организатором мероприятия выступил отдел внутренней политики Караганды. Нужно отметить, в ходе месячника в городе пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, конкурсы, патриотические акции, а также смотры строя песни. И это послужит к тому, что, во-первых, в армию у нас пойдет здоровое молодое поколение. И, конечно же, патриотизм, связь между поколениями сохранится. Накануне казахстанские следователи отметили свой профессиональный праздник. В этом году у них юбилейная дата – 50 лет со дня образования следственных подразделений. По этому случаю в стенах Карагандинской академии МВД прошел круглый стол. В заседании приняли участие известные казахстанские ученые и процессуалисты. Они обсуждали актуальные проблемы предварительного расследования, а также проект нового уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан. Поздравил с профессиональным праздником коллег заместитель начальника по учебной работе Академии МВД Мерлен Козылов. Я искренне поздравляю весь личный состав Департамента внутренних дел, особенно следователей, руководству следственного аппарата, всех тех, кто имеет отношение к этой следственной деятельности с Днем следственного работника. И желаю искренне, чтобы все у них было хорошо и дома, и на работе. Время новостей спорта о них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. В шахтерской столице Всемирный день здоровья отметили массовым забегом. Сотни спортсменов и просто приверженцы здорового образа жизни пришли на общую разминку в Центральный парк. Здесь с самого утра проходит большой праздник спорта. 7 апреля замечательный праздник Всемирный день здоровья. И сегодня у нас здесь в нашем парке проводится замечательная акция двигательной активности. Чтобы все молодые люди, приверженцы здорового образа жизни, показать, что они здоровые, они умеют двигаться, красиво бегать. Сапиев, Головкин, Блудова, Айдова и многие другие известные карагандинские спортсмены. Все они в разное время являлись студентами Карагандинского государственного университета. Ректорат Каргу всегда поддерживал развитие массового спорта в родных стенах. Сделал это старой доброй традицией. Большой, хорошо организованный турнир по казахшакурес стал тому подтверждением. Турнир стал отборочным на универсиаду, которая стартует совсем скоро в Южной столице. На коврах 7-го корпуса Каргу, помимо представителей Карагандинской области, сошлись борцы Акмолинского и Павлодарского регионов. В данном соревновании участвуют почти все районы Карагандинской области, есть представители Акмолинской и Павлодарской области. В нашем университете при поддержке ректората и факультета большое внимание удаляется массовому спорту. Одно из доказательств этого является данное соревнование. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok